Вода это чудо, вода это жизнь. В муниципальном унитарном предприятии Межрайонный Щелковский Водоканал завершился конкурс детского рисунка «Природа глазами ребенка», который организовали и провели совместно с администрацией Щелковского района. Награждение победителей и лауреатов конкурса прошло в здании Водоканала. Тема актуальная – вода и все, что с ней связано. На стене в зале самые яркие работы. Их создавали как обычные школьники, так и учащиеся художественных школ. Идея конкурса привлечь внимание к, пожалуй, самой актуальной теме на планете – сбережению водных ресурсов, их ценность и качество. Мы хотели донести детям, заставить их почувствовать, как вода важна и как она дорого достается. Когда они рисовали, они могли в этот момент что-то спросить у своих родителей. Они приходили к нам, им рассказывали директора школ, их учителя. Это была такая ответная реакция, мы даже не ожидали, что это вызовет такие эмоции. Наградить участников и победителей пришли руководители структур района и города. Говорили о том, насколько важно сегодня бережно относиться к водным ресурсам. Ребята, судя по работам, эту мысль разделяют. Некоторые из участников не просто рисовали, а пытались передать свои мысли и переживания на данную тему. Вот, например, работы Полины Волковой. Она занимается живописью довольно серьезно. В ее рисунке «Вода – это жизнь» отражена мысль о глубине и важности этого ресурса. Мысль такая, что как будто рисунок идет глубоко, показать глубину воды. Я показывала все тени, старалась показать больше мазков. А вот работа Даниила, по его собственному признанию, скорее любительская, но от этого не менее актуальная. Мальчика волнуют обитатели водных глубин, их благополучие и судьба. Получившая первое место Аня тревожится судьбой родной реки в деревне Репихова. С каждым годом водоем становится все грязнее. Девочка переживает, признается. Эту тему взяла не случайно. Надо беречь речки, потому что, ну, как бы, каждый год у меня туда приезжают, становится, ну, как бы, все грязнее и грязнее. Мне бы хотелось, чтобы она стала чище. В конкурсе «Водоканала» проигравших не было. Все получили памятные подарки, а картины победителей удостоились отдельных похвал. В будущем этот конкурс продолжит, ведь тема воды, как основы всего живого, неисчерпаема. Лилия Тимива, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково». Лилия Тимива, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».